Здравствуйте! Напомните мне, пожалуйста, то есть вы что сделали? Мы с вами уравнение из-за пары записали и в различных координатах нарисовали. Работу посчитали, да? Мы ее ввели, но мы ее посчитали через удвоенности. Нет? Ну все, супер, отлично. Значит, смотрите, что мы с вами последовательно записали. То есть мы ввели новый инфункт, и в какую неделю будем пользоваться намного чаще, чем внутренней энергии. Существенно позже объясню, почему. Значит, и мы доказали, что вызов в барическом процессе, я взяла скобочки, можно даже здесь скобочкой внизу. То есть я показала, что вся температура вызов в барическом процессе идет на изменение тентальти. Вот на этом мы уже не закончили, да? Да. А теперь нам с вами нужно посчитать теплоту и изменение тентальти. Ну, точно подход такой же, какой уже у нас с вами был, мы с вами теплоту считаем через... Теплота всегда считается через теплоёжность. Поэтому мы снова пишем определение истинной теплоёжности. Мы каждый раз с вами будем обращаться к определению истинной теплоёжности. А теперь поскольку в изоборическом процессе вся теплота равна тентальти, если я теперь вместо теплоты запишу тентальти, то я должна для теплоёжности поставить индекс В. То есть в том случае, когда теплота равна тентальти, речь идет о изоборическом процессе, следовательно, эта теплоёжность изоборическая. То есть ЦВ так и называется – изоборическая теплоёжность. Мы ЦВ вводили в пятницу и писали, что это изоборическая теплоёжность. А теперь у нас ЦВ – это изоборическая теплоёжность. И поэтому теплоту и тентальти мы всегда будем считать через изоборическую теплоёжность. Значит, вот я и с этого уравнения выражаю. Теперь теплота равна тентальти и равна ЦВ ДФ. Теперь можно посчитать теплоту и изменение тентальти. Вот обратите внимание, как я написала теплоту и как написала тентальти. То есть снова проблема какая? Поскольку мы не знаем абсолютного значения внутренней энергии, а тентальти складывается в том числе и внутренней энергии, значит автоматически эта проблема переходит и на тентальти тоже. То есть абсолютного значения тентальти мы с вами не знаем. Поэтому в задачах мы будем взять изменение тентальти. То есть такой треугольничек – это значок конечного изменения. И это есть интеграл от цехлорюмка. В пределах от Т1 до Т2. Значит, этот интеграл в прямую я могу взять только в том случае, если я теплоёмкость вынесу за значок 2 градов. И я вам говорила уже в пятницу, когда мы говорили про цехлорюмку, что теплоёмкость газа идеальна, слабо зависит от температуры. То есть вот дальнейшие действия я могу сделать только для газа. Для всех остальных веществ как можно это делать? Не в этом курсе, но позже, в следующем курсе, вы просто вместо теплоёмкости будете поставлять её зависимость от температуры. И у вас будет не один интеграл, а столько, сколько членов температурной зависимости теплоёмкости. Мы с вами, поскольку рассматриваем более простой случай, то вы можете записать. Для идеального газа считаем теплоёмкость, не зависящей от температуры. То есть подход такой, что так будет для изохолического процесса. Для идеального газа считаем, что ЦП не зависит от Т. Ну, оно реально так и есть, если не очень большой интеграл. Итак, для идеального газа считаем, что теплоёмкость не зависит от температуры. Ну, и раз она не зависит от температуры, тогда мы её понесем, как на пределах. Получается ЦП, а интеграл просто уже ДТ. Пределы до Т1 до Т2. Ну, такой случай мы с вами уже писали на доске в прошлый раз, да? Это был первый случай, это просто разность. ЦП, Т2 минус 1. Итак, у вас есть формула для расчёта работы, теплоты и эстафии данного физиологического процесса. Ещё раз обращаю ваше внимание на теплоёмкость, которая стоит здесь. Это теплоёмкость всей термодинамической системы. То есть, если вам дали мольную, то мы должны что сюда подставить? Мольную, умноженную на количество вещества. Если вам в задачке дали теплоёмкость удельную, значит, сюда вы должны подставить удельную, умноженную на количество вещества. Не забывайте, пожалуйста, этого делать. Теперь, находясь в рамках изоборического процесса под заголовочек связь ЦП и ЦВ для одного моля идеального класса. Связь изоборической теплоёмкости и изохарической теплоёмкости для одного моля идеального класса. Итак, мы с вами изохарическую теплоёмкость знаем из молекулярно-кинетической циоли. Мы изохарический процесс рассматривали. Мы говорили, что в рамках молекулярно-кинетической теории внутренняя энергия идеального класса рассчитана. Эти значения, рассчитанные для одного или двух атомных молекул, прекрасно совпадают с экспериментальными значениями. Поэтому нам этого вполне достаточно. Изохарическую мы знаем. Теперь, чтобы знать изоборическую теплоёмкость, мы сейчас с вами получим связь. И тогда про этой связочки, зная изохарическую, вы всегда сможете посчитать изоборическую теплоёмкость. Значит, для этого я записываю первое начало термодинамики для системы, которая, если в виду работ, совершает только работу расширения. Так, ну что уже? Проблема решена. Как иногда путь к проблемам? Итак, я записала первое начало термодинамики, система совершает только работу расширения. А теперь я вспомню, что в данном изоборическом процессе теплота равна Италии. Я теплоте внизу, можно со скобочками, без скобочек. Теплота изоборического процесса, она не уходила. И поэтому вот это верхнее уравнение я перепишу с учётом нижнего. И вот так вот получается. ДРАЖ как равно ДРУ плюс ВДРУ. А теперь выражу разницу. ДРАЖ минус ДРУ. Она равна ВДРУ. Теперь я запишу уравнение состояния идеального газа для однополя. Т.е. сколько ВД равно РДТ. Значит, мы с вами уже проясняли ситуацию, да? Что у нас процесс не просто. У нас есть три первичных параметра – ВВТ. В данном частном процессе В зафиксировано, значит, меняется объём, меняется температура. И поэтому уравнение состояния для бесконечно малых изменений я могу записать в видео. ВВ равно РДТ. У меня только две перемены – объём и температура. Т.е. это для бесконечно малых изменений. Давление постоянно, универсальная газа постоянно, априорит постоянно. Значит, поэтому я в нашем с вами последнем уравнении вместо ПДВ напишу РДТ. Подставляем. Итак, ДРАЖ минус ДРУ равно РДТ. А теперь правую и левую часть делим на РДТ. И мы с вами получаем ДРАЖ по ДТ минус ДРУ равно РДТ. Давайте посмотрим, что мы получили. Значит, что такое ДРУ по ДТ? Точно. Вот оно. Только какая? Изоборическое. Изоборическое. Что такое ДРУ по ДТ? Изоборическое. 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 Оночение в виде полейки абсолютно верно и это всё работает. Вот это соотношение в литературе называется соотношения Майера. Последнее полученное уравнение называется соотношение Майера. Какой вывод мы можем сделать из соотношения Майера? Первый. Два вывода струда. Первый вывод. ЦП всегда больше. ЦП на Р. Абсолютно верно. Итак, это нам понадобится уже сегодня. Запоминаем. ЦП больше ЦВ. При построении графиков, когда мы выберем цифры, устроим всех координат, которые мы взяли. У нас стоят 5 типов координат, связанных с энтропией. И вот там этот пункт просто учебный рост. То есть ЦП больше ЦВ на Р. И второе. Зная ЦП, можно рассчитать ЦП. Рассчитаем. Зная ЦП, мы можем рассчитать ЦП. Итак, снова возьмем 1 моль 1-тонного физиального класса. Вспомним, на прошлом занятии мы с вами ЦВ уже посчитали. У нас для 1 моля ЦВ равно... Вспоминайте сегодня на занятиях, на семинарах... 3 вторых. 3 вторых. Если мы с вами добавим R, то мы получим сколько? 5 вторых. Итак, добавляем R, получаем 5 вторых R. То есть я вот отсюда, да? ЦВ равно СЖ и СР. Отсюда сегодня. То есть я вот этому уровню не представляю. Далее. 1 моля. 2-тонного изяда выгода. ЦВ равно 5 вторых R. Соответственно, ЦС будет равно 7 вторых R. Вот это, пожалуйста, помните, потому что в задачках, которые мы точно не дают, участные лица, где взять? Вот вы уже все знаете, где взять. И чтобы мне закончить этот частный процесс, еще один маленький разголовочек. Физический смысл универсальной газовой постоянности. Физический смысл универсальной газовой постоянности. Вот вы его уже знаете из физики, но тем не менее. Итак, чтобы прояснить физический смысл, давайте рассчитаем работу. Итак, рассчитаем работу, в которую совершает 1 моль идеального газа при его нагревании на 1 градус. Работу, в которую совершает 1 моль идеального газа. При его нагревании на 1 градус из-за барических условий. То есть при Б-консе. Из-за барических условий. Итак, рассчитаем работу, в которую совершает 1 моль идеального газа при нагревании на 1 градус. Дельта Т, равное Т2 минус Т1, равно 1 градус, при нагревании на 1 градус. И сказано, что условия из-за барических условий. Итак, нужно рассчитать работу, общая формула для работы, если речь идет о работе решения в дифференциальном виде, она на 1 этаже тоже будет. А интегрирование зависит от того, о каком частном процессе мы делаем. То есть в итоге формула для работы в каждом процессе разная. Значит, мы с вами в губолическом процессе уже этот интеграл брали. Давление является константой, да? Поэтому можно быть нынешеным за знак инференциала. И мы с вами в конце предыдущей лекции получили вот такое соглашение из-за барических условий. Теперь я снова обращусь к уравнению состояния Меделева-Клепиона. Я его запишу еще раз. Для одного Оля. Теперь, если речь идет о процессе. О процессе из-за барического. Значит, мы как можем записать? Меняется объем в загорическом процессе и меняется температура. То есть я для конечных изменений могу записать ВВ2МВРТ равно РВ2МВТ для одного Оля. Конечное изменение объема, конечное изменение температуры. Для процесса я записала. И теперь я подставляю вместо ПДТВ, я подставлю РДТВ. А затем мы вспомним, да, что в ТВТ равно 1. То есть что мы получили? Работа равна универсальной базовой постоянности. Давайте мы ее сделаем. Физический смысл универсальной базовой постоянности. Итак, физический смысл универсальной базовой постоянности. Это работа расширения, которую совершает 1 молния диаметра газа. Это работа расширения, которую совершает 1 молния диаметра газа. Принагреваем его на 1 градус. Работа расширения, которую совершает 1 молния диаметра газа. Принагреваем его на 1 градус. И потом. Изобореческая пустота. Итак, мы с вами подвигаемся. Параграф тот же, но последний процесс посмотрим, самый сложный. Он называется АДИААДИА. Нужно слово писать на доске. Все буквы А. АДИААДИААДИАДИАДИЧЕСКИЙ. АДИААДИАДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСССКИЙ. Это четвертый процесс из тех, которые мы взяли рассмотрения. Мы договорились, что мы просто не пишем, а пишем, что нет теплообмена, то есть ДФУ равно не. Чем сложен АДИААДИАДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССССКИЙ? Предущие три процесса были простые, потому что из трех параметров ПВТ мы все время один фиксируем. Это было очень удобно. А вот здесь все меняется. Давление меняется, объем меняется, температура меняется. Поэтому мы не можем получить уравнение АДИАДИАДИАДИ без уравнения состояния диагноза. И мы должны отдельно выводить уравнение АДИАДИАДИАДИ Floodio. Поэтому можете делать данный уголочек вывод, уравнение АДИАДИАДИАДИ. Такой вопрос у меня по-моему Я предупреждала вас, что первый вопрос теоретический. Вот к такому плану, например, вывод уравнения делаем. Итак, запишем снова первое начало термодинамики для системы, которая из всех видов работ совершает только работу решения. Вот так мы записали термин. Теперь учтем, что теплообмена нет. И тогда я могу в разные стороны разнести. Я учла, что нет теплообмена. У меня слева ноль, и я в разные стороны. Значит, теперь вспомним, как мы с вами считаем внутреннюю энергию. Значит, внутреннюю энергию мы всегда считаем через теплоемкость. Итак, ДУ равно СВДТ. Подставляем верхнее уравнение вместо ДУ СВДТ. Итак, у нас получается СВДТ равно минус ПДУ. Значит, у нас с вами в этом уравнении три элемента. Температура, давление и объемы. Многовато для того, чтобы интегрировать данное уравнение. А мне бы хотелось его проинтегрировать. Поэтому мы делаем операцию, которую математики вызывают взамен элементов. То есть, по-простому избавляемся от давления. Итак, ВВ равно РТ для одного поля. Соответственно, давление равно РТ деленное на В. Ну и вместо давления я подставляю. Слева я ничего не меняю СВДТ. Справа минус. Вместо давления я пишу РТ. И здесь будет ДВ на В. РТ на В. Ну просто я все, что касается объема, воде вот здесь. А теперь делим переменные. То есть, что значит делим переменные? То есть, слева все, что касается температуры. Справа все, что касается объема. Левую и правую часть делим на температуру. Итак, делим на температуру. И получаем такое уравнение. СВДТ деленное на Т равно минус РДВ деленное на В. Вот такое уравнение пригодно для ампультируема. То есть, слева только температура переменная, справа только объем. Поэтому левую часть я буду интегрировать от Т1 до В2. Значит, прежде чем интегрировать, я вынесу за знак интеграла константы. Слева у меня константы тепловикой. СВ выбирал от Т на Т. В пределах от Т1 до Т2. Справа у меня константы минус и универсальные должны быть постоянные. А здесь интеграл от ДВ на В в пределах от Т1 до В2. Ну, такой интеграл мы с вами тоже считаем. Да? Я на все смотрели в рецепт и дала всего 2,8 до В2. То есть, это будет СВ, а интеграл от ДТ на Т – это натуральный логарифм конечного предела к начальному пределу. А теперь вспоминаем свойства логарифмов. Та константа, которая стоит перед логарифмом, может быть занесена в показатель степени под логарифмическое положение. Заносим. Итак, логарифм в теплоемкости за коричневую заносим в показатель степени. И абсолютно то же самое делаем справа. У нас минус R. Мы минус R заносим. Логарифм В2В1 в степени минус R. Ещё одно свойство логарифмов. Если равны логарифмам, то равны и под логарифмические выражения. В соответственном под логарифмическим выражениях у нас В2 на В1 в степени СВ равно В2 на В1 в степени минус R. В степени отрицательные неудобно. Поэтому я дробь в минус первую цвету. И тогда я получу В2 на В1 в степени СВ. А здесь меняем. В1 на В2 в степени R. И из положенного выражения из правой части извлекаем корень степени СВ. И так извлекаем корень степени СВ. Слева у меня просто остается вверх. Потому что именно в этой степени корень я извлекаю. А справа какая становится в степени? Р деленное на СВ. Вот то, что мы с вами получили. Значит, я хочу поработать с показателем степени R деленное на СВ. Чтобы мне все время уравнения с собой не достать, вы все просто напишите. Рассмотрим показатель степени. Отдельно мы сейчас его упростим и вернемся к данному уровню. Итак, я рассматриваю только показатель степени R деленное на СВ. А затем вернемся к последнему уровню. Значит, вспомним соотношение Майера. СВ минус СВ равно R. Вместо R подставим разность. СВ минус СВ. Это я R расписала деленное на СВ. А теперь дробь по члену делим. То есть вот эту разность делим на СВ по очереди. И у меня получается СВ деленное на СВ минус 1. Вот это вот отношение, я его делю на СВ. СВ деленное на СВ. У него есть отдельное название. И отдельное обозначение. Обозначается гамма и носит название. Совершенно верно. Адиабатический коэффициент. Адиабатический коэффициент. Итак, возвращаюсь к показателю степени. У меня получается R на СВ. Здесь я заменяю на гамма. Гамма минус 1. Меня интересует вопрос. Какие значения может принимать гамма? Давайте проясним. Нам понадобится. Ну, гамма вот оно. А теперь нужно сказать, какие значения может принимать гамма. Боложительное мало. Прозвучало слева. Итак, гамма всегда больше единицы. Почему? Потому что ЦВ больше ЦВ на R. Абсолютно верно. Итак, гамма принимает значение больше единицы. Вы должны об этом помнить. Так. Ну что? Мы можем, мы с показателем степени гамма перестать, да? Возвращаемся к уравнению, от которого... Итак. Вот в этом последнем уравнении окончательно я могу записать. Значит, Т2Т1 будет равно В1В2 в степени гамма минус 1. Или по-другому, в привычном виде. Т1, умноженное на В1 и В1 в степени гамма минус 1, равно Т2 умноженное на В2 у В2 степени гамма минус 1 и так далее. По-другому. Вообще уравнение адиографии записано так. Без индексов нижних. ТВ в степени гамма минус 1 равно 2. Вот это уравнение называется... Видно? Всем? Вот это нижнее уравнение, которое я подчеркнула, называется уравнение адиоплаты для координат ТВ. Уравнение адиоплаты для координат ВТ. То есть для координат ВВ и ПТ оно не годится, их нужно тоже получать. Но выводить больше не нужно. Получается очень легко из данного уравнения путем замены одной спины. Вот, например. Если мы хотим знать уравнение адиоплаты в координатах ВВ, значит нам нужно от чего избавиться? От температуры. Итак, в последнем уравнении избавляемся от температуры. По уравнению медилеевого культерона для одного более индивидуального газа. Итак, у нас есть уравнение ТВ в степени гаммы минус 1. Температура, это есть, ПВ равно РТ. Это ПВ, деленное на Р. И подставляем место в Т. ПВ, деленное на Р, умноженное на В в степени гаммы минус 1, равно 0. Значит, мы сделаем следующее. Во-первых, универсальную газу на постоянную отправленную в константу. И сделаем общий показатель степени для объема. Итак, ПВ будет в какой степени? Да. Просто гамма равно просто. Вот это уравнение диабада для координат. Ну, давайте вы дома сделаете для координат оставшихся ПТ в любое уравнение, или здесь от объема избавляетесь, или там от объема избавляетесь. Без разницы. Все равно. Итак, дома получаем уравнение диабада для координат ПТ. А мы с вами попробуем сейчас построить диабаду. Значит, здесь есть проблема. Проблема заключается в следующем. Адиопат изотема выглядит абсолютно совершенно совершенно. Мы сейчас с вами это докажем. И должны понять, как нам это строить, когда одновременно есть целый процесс. А не гиники, потому что это не интересно. Вот. Поэтому надо научиться отличать диабаду от изотема. Ну что, давайте с координатами. Ну, мы с вами уже знаем, как нужно действовать, да? Во-первых, нужно ответить на вопрос. Прямая или слабая. Для этого что нужно сделать? Взять первых, кто изменить. Ну, первых приступов мы можем брать по-разному. Можем П выразить, А, В, и продеференцировать прямо во то, что есть. Потому что от константы 0 это точно не будет. Итак, давайте производное от произведения. Мы это с вами брали, да? То есть у нас производное от первого, второго без изменений. А теперь делаем наоборот, да? То есть П. Здесь у нас с вами сложная функция. Давайте вспомним, как от сложной функции. Степенная. Степень. Степень. Вперед. Теперь функция становится в степени на единицу меньше. И производная от самой. ДВ. И все это будет равновесно. И все это будет равновесно. И все это будет равновесно. Ну, я разношу в разные стороны. ДВ умножить на 2 степень гамма равно минус. Гамма вперед. В. В степени гамма минус 1 ДВ. Ну, и отсюда я выражаю непосредственно самую производную. ДВ по ДВ. Она будет равна. Нинус остается, гамма остается. В. В умножить на 2 степени гамма минус 1 и разделить на В степени гамма. что у нас там получается? Получается, что производная, ДТ, ОДТ. Я вот возьму скобочки. Ой, извините. Я возьму скобочки и напишу, что это процесс, чтобы нам не спутать, потому что мы сейчас будем сравнивать с эстерническими приборами. Значит, она будет равна минус гамма, а дальше идет дробь. Значит, мы с вами у объема сделали общую степень, она будет какая? Ну, минус первая, да, общая. То есть, П на В. Правильно? Ну, то есть, какой вывод мы с вами можем сделать? В величину производной входит аргумент. У нас аргумент в данном случае ось абсцисс — это объем. Следовательно, это кривая. Теперь давайте определимся со знаком. Давление с объемом всегда положительное для физической величины. Гамма — больше единицы, даже не просто больше нуля, следовательно, знак минус. То есть, кривая убывающая. Ну, я уже вам говорила, чтобы вас не затруднять, потому что производную не берем. У нас все функции вогнутые. Шарик внутри. То есть, вот она. Привая убывающая. Шарик внутри. Вторая призывная точка. Ничего вам не напоминает. Это же изобреем, обратив же координаты. А вот теперь давайте решать эту проблему. Эта проблема ваша. Потому что кривую рисовать вам. И самая распространенная ошибка, самая распространенная — это неучтен тот факт, что одна из кривых круче. Как узнать, кто крутой? Атемата или изотема? А почему? Вот смотрите. Значит, как сравнить две кривые? Мы должны сравнить две касательные кривые. А что такое тангенс углавной фонукасательной? Это и есть производная. То есть, мы должны сравнить производные. Поскольку обе производные со знаком минус, они обе отрицают, то мы давайте их сравним по абсолютной причине. Итак, по модулю. По модулю. По модулю. Производная ВВ по ДВ в адиопатическом процессе. По модулю. Это будет без минуса, да? То есть, это гамма ВНВ. Теперь по модулю. Производная та же самая. Только те конца. Мы ее с вами брали. Пять. Что она равна? Она равна минус ВНВ. Но по модулю она будет просто ВНВ. А вот теперь сравниваем, кто из них круче. У одной производная гамма ВНВ, а у другой ВНВ. То есть, поскольку гамма больше, не просто больше нуля, а еще и больше единиц, то получается, что производная у адиопаты всегда по абсолютной величине больше, чем у изотермы. Следовательно, адиопата круче изотермы. Позавайте, я пишу, чтобы не забыли. Так как производная по модулю адиопаты гамма раз больше, чем производная по модулю адиопаты, то в координатах ВНВ адиопаты круче изотермы. В координатах ВНВ адиопаты круче изотермы. Или еще, знаете, есть такая задача. Докажите, что адиопаты с изотермией пересекаются только в одну точку. Вот это то же самое. Доказать, что одна приводит куча, и это доказать, что они пересекаются в одну точку. Значит, итак, адиопата круче. Следовательно, те координат, это у меня будет некриво. Она более пологая. А нижняя более крутая. Это будет адиопата. Нашу не будет. Адиопата круче. Далее нам с вами нужно нарисовать адиопату в координатах. ПНВ и ВНВ. Ну, так-как, что уголенка, то есть что нужно сделать? Нужно записать на мнение 1-2. ПНВ. Взять первую производную. Убедиться, что она положительна. И зависит от ПНВ. Ну, вот, все это с вами в рамках легче просто сделать. Мы успеем. Попробуйте сделать это дома. Возможно, вы будете делать это на семинарии. Ну, либо можно это сделать на консультации. То есть я для ПВ сделала, да? Ну, вот, все то же самое. То есть записали в координатах ПНВ, продиференцировали, получили производную и увидели, она положительная. То есть для запоминания я вам хочу сказать, что адиопата единственный раз возрастающей функции там, где нет атома. Вот это очень легко заходит. Потому что с видом адиопата у нас всегда проблемы каждый день. Крутые. Где она возрастает, где она убывает. Вот так для простоты. Вот где нет объема, один раз она возрастает. В остальных координатах. То есть адиопата всегда кривая, она всегда погнутая. Вот это как бы можно запомнить. Всегда кривая, всегда погнутая. И один раз она возрастает. Там, где нет объема. Ну и чтобы закончить с адиопатическим процессом и отпустить вас на перерыв, мы с вами должны посчитать. Значит, что мы должны посчитать? Значит, построить мы построили, доказали, что для вас объема. Считаем. А теперь, значит, теплоту нам считать не нужно. Но нам с вами нужно посчитать только работу через изменения. Итак, считаем. Итак, поскольку тепла огнена нет, то можно записать, что работа равна изюзнению внутренней написания. Вот посмотрите, уравнение тоже довольно-таки интересное. Интересно оно чем? Работа, в общем случае, является функцией перехода. Внутренней энергией, согласно постумату первого начала формы динамики, является функцией состояния. И вот у нас для работы впервые получилось, что бесконечное полное изменение работы равно полному дифференциалу. То есть, в данном частном процессе работа принимает на себя свойства функцией состояния. Итак, поскольку мы внутреннюю энергию, теперь во всех процессах будем считать как ЦВДТ, то можно записать, что бесконечно малое изменение работы равно изменению внутренней энергии с обратным знаком и равно минус ЦВДТ. Значит, почему я пошла по этому пути? Почему я не считаю работу как интеграл? То есть, для этого мы с вами как считали работу? Как интеграл от ВДТ во всех предыдущих трехчатных процессах. Вот здесь такой возможности нет. Почему? Значит, вспомним, в изохолическом работы нет, в изохолическом давление вынеслись под знак инфеграла, а в изотермическом сделали замену переменных. А что делать в эти романтические? Ничего невозможно сделать. Потому что, ну, поменяю я давление и избавлюсь от него. У меня снова появится температура. И получается опять интеграл одинарный, а переменный в ВДТ. Взять невозможно. То есть, вот по этому интегралу единственный раз мы можем считать работу как давление. Если вам задачки дали давление как функцию отобора. Вот если у вас есть ВВ как функция отбора, то вы можете сюда подставить эту зависимость. И тогда вы можете взять эту интеграл. В единственном случае. Во всех остальных мы не можем математически решить это уравнение. Поэтому мы работаем через ТП. И так просто работа равна минус изменения внутренней энергии. И это есть минус интеграл от СВДТ. Пределы от Т1 до Т2. Мы не убрали этот интеграл, когда считали изменение внутренней энергии. Это будет минус СВДТ. Кальфа минус ТВ. Вот это формула, по которой вы можете посчитать работу адиапатическую процессу. Давайте сделаем фиры и продолжим. И так давайте мы с вами все вместе придумаем для виду цикл. Значит я предлагаю построить цикл. из трех процессов. Штырь мы пока не берем. Три. Арина, давай на левой доске будешь писать. Один, два. То есть процесс один, два. Пожалуйста. Ну. Изотермический. Пожалуйста. Т-пост. Процесс два-три. Изотермический. И замкнем цикл три-один. И замкнем цикл три-один. В штуке пищевую. Ага. И так готовим три-дри-дри-дри-дри-дри-дри-дри-до-координаты. И работаем все вместе. Вам вот там занятие надо замаршивать аналогию, там нужно будет вот это вот сделать. Ну не только это, но большая часть займет цикл и расчеты. Значит, как мы будем ориентироваться? То есть мы должны просто вспомнить, как выглядит изотерма. Мы это делали с вами опять. Все, и так нарисовали. И так вот это изотерма. Теперь нам нужно расставить где один, где два. Да ради бога, нет, это пока не важно. Итак, мы расширяемся изотермически из один в два. Проблем нет? Расширяемся. Теперь из точки два. Мы должны построить изопару. Хорошо. Значит, изопара, это вот такая прямая, да? Мы с вами снова расширились. И теперь нам нужно замкнуть цикл одиопатный. Тоже прямая. А мы должны замкнуть. У нас нет четыре. Три-одиопатный. А вот формально, формально, в битве и в их соответствуют теории, да? Но цикл неправильный. Почему? Потому что одиопата должна быть лучше. А у нас что? Наоборот. То есть нужно было из точки два что делать? То есть, конечно, из точки два нужно было изопарически не расширяться, а сжиматься. Хорошо? Замыкаем цикл. Итак, вы исправили свою ошибку, вы получили цикл. Теперь, самое главное, что мы должны сделать? Мы не можем в этих координатах рисовать новый цикл. Мы должны рисовать только то, что уже есть, понимаете? То есть, если вы на участке один-два расширились изотермически, значит, мы во всех этих координат должны изотермически расширяться. Итак, строим изотерму. Вы изотерму построите, а мы вместе подумаем, где один-два. Итак, вот изотерма. Давайте вместе решим, где поставить цикл один, где поставить цикл два. Нет, у нас изотерма один-два. Там-то и везде постоянно. Мы хотели сказать, что давление падает. То есть, я хотела сказать, что на участке один-два давление падает. Значит, один сверху. Теперь из точки два мы с вами должны пойти изобару. Итак, рисуем изобару из точки два. Ну, мы можем изобару нарисовать вправо, можем нарисовать влево. Мы нарисуем во все стороны, а потом ползуем. Можно везде нарисовать. Вот изобара, да? А теперь давайте думать, мы должны пойти вправо или мы должны пойти влево. Ну, чтобы не гадать, давайте запишем уравнение состояния. Ну, просто даже вот в ПВФ даже в таком виде можете. Итак, смотрите, что получается. Вы правильно догадали П-констант, да? То есть, если объем на участке два-три уменьшается, значит, температура на участке два-три тоже уменьшается. Пожалуйста, стираем лишнее. Вы поняли, да? То есть, вы каждый раз анализируете то, что уже построено в ПВФ. А диабан у нас всегда угнутый, у нас не бывает высыхлый. Просто вид у нее возрастающий или убывающий. Какой? Возносывающий, совершенно верно. И вы знаете, что, когда вы нарисовали цикл в следующих координатах, вы на последнем участке обязательно должны себя определить. Каким образом? То есть, вот здесь на 3.1 давление растет. Проверьте, растет ли оно в нашей базовой графике. На 3.1 давление растет. Значит, правильно. Цикл замкнулся, и все параметры меняются так, как они должны меняться согласно ПВФ. Переходим в следующую карту. Так. 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 Все поняли? Да. То есть, мы смотрим по объему, да? Согласно ПВФ. На участке 1-2 объем растет, да? То есть, вот покажем. Вот был В1, вот стал В2. Поэтому мы расставили цифры. Из точки 2 мы должны пойти и забавить. Прямая тангенс угла наклона R на P с ноликом. Прямая разрастающая. То ли из 2 вверх рисовать, то ли из 2 вниз, мы пока не знаем. Мы сейчас подумаем. Объем уменьшается, а шарится, следовательно, идем вниз. Понятно, да? То есть, посмотрели снова на первую графику. На 2-3 объем уменьшился. Так. И замыкаем эти обаты. А теперь давайте проверим. Согласно тому, что у нас получилось, чтоб замкнулся. Объем упал. А там тоже упал. Просто вы немножко вот так вот искривили. И искривлять не надо в ту сторону, да? То есть, надо рисовать вот так вот. Вот так вот. Давайте лишь я искрю. Сделаем кривые. Вот, например. То есть, на участке 3-1 у нас объем падает. И здесь он у нас тоже падает. Огромное вам спасибо. Так, я готова ответить на ваш вопрос. Так, я готова ответить на ваш вопрос. Я, понимаете, много разных пунктов пишу. Значит, я пишу вот такую, пишу вот такую. Да. У нас текстер. Значит. Вот смотрите. Вот эти два значка. Это значки для бесконечно малых причин. И это бесконечно малых причин. Это считается D. Это считается D. Разница в чем? Что вот это полный дифференциал. И у него есть море разных свойств. Поэтому бесконечно маловеличина. Она не обладает этой свойствами. То есть, если у нас функция является функцией состояния, или она не зависит от пути процесса, мы используем вот этот значок. Если функция НЕ является функцией состояния, она является функцией перехода и зависит от пути перехода, мы используем эту значку. Теперь для конечных причин у нас тоже есть два варианта. Первый вариант – треугольный, а второй вариант – ничего. От чего это зависит? Это зависит от того, можем ли мы в рамках эксперимента определить абсолютное значение данной величины. Для работы эти платы можем, мы вообще ничего не ставим. Просто А, просто К. Для внутренней энергии не можем, поэтому ставим значок изменения. Поскольку в энтальпию внутренняя энергия входит, далее в функцию ГИПСа внутренняя энергия входит, в функцию ГИПСа внутренняя энергия входит. Мы же не видели с вами эти функции, но это самые тазовые функции, которые динамики имеют в химии вообще. Поэтому для этих функций мы будем писать значок треугольника, и в этом виноват внутренняя энергия. Потому что она входит в эти функции. Внутреннюю энергию даже элементарной системы мы можем только рассчитать по моделям в рамках статистической динамики. Больше никак. Элементария нет методов ее определения. Поэтому мы пишем значок изменения, вот это изменение конечное, интегральное, то, которое мы измеряем джоулями и килоджоулями. Еще вопрос. Да, там будет задание нарисовать цикл, но да, процессов четыре, вот они будут просто три из них, из четырех три. И в разные последствия. То есть у каждого свое задание дома. Там нужно будет нарисовать и рассчитать работу, теплоту и изменения внутренней энергии. Вот это за это. Значит, что касается изменения внутренней энергии. Таким есть идеи. Цикл изменения внутренней энергии. Понимаете, вот кто это сообразил, тот сразу написал. Согласно одному из пистулатов, изменения внутренней энергии в цикличном процессе равно ничего считать уже не надо. И более того, если мы запишем для первого начала корнодинамики и для цикла, для цикла, для цикла, для цикла, то что остается? Что вся теплота циклического процесса равна работе циклического процесса. Вы уже все себе жизнь совершенно облегчили. То есть достаточно для цикла посчитать только работу. Мы всегда считаем работу, а не теплоту, потому что дальше для введения энтропии нам придется считать коэффициент полезного действия цикла. А коэффициент полезного действия цикла считается через работу. Поэтому мы должны уметь считать работу любого цикла. нам это нужно сейчас научиться, потому что дальше нам это необходимо будет. Поэтому мы деплатуру, можно, нет, это ваше дело. Вы можете посчитать деплатуру, можете посчитать работу, всё что угодно. Как это делать? То есть работа цела – это есть сумма работ и участков. То есть это работа участка один, плюс работа участка один, плюс работа участка один. Все формулы я вам уже дала. Для эзотермического и эзотерического в прошлый раз, для эзотерического в прошлый раз, сегодня для диабетического. То есть единственное, что вам нужно, это учесть, что я всегда брала процесс один-два. У меня конечное было с индексом нижним два, а начальное было с нижним индексом один. У вас будет так. Вот для этого процесса так же. Нельзя всё время один-два-один-два-один-два. То есть для два-три – три конец, два начала. А для три-один – один конец, три начала. Вот нам осталось только это учесть, и, собственно, первое задание, потому что мы с вами разобрали. Вопросы? Ну, если вопросов нет, глава вторая. «Ферма-химия». Итак, мы с вами переходим к второй главе. Называется «Ферма-химия». «Ферма-химия». И параграф первый – основные понятия. «Ферма-химия». 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 химическая реакция. В качестве термодинамической системы выбираем любой сосуд, в котором протекает химическая реакция. При протекании реакции разрушаются старые, образуются новые химические связи. Следовательно, изменяется внутренняя энергия системы. Разрушаются старые, образуются новые химические связи, значит изменяется внутренняя энергия системы. В химических реакциях, как и в любых других процессах, изменения внутренней энергии происходят. В химических реакциях, как и в любых других процессах, изменения внутренней энергии происходят. Путем поглощения или выделения теплоты и совершения работы. Работа химической реакции. Величина небольшая. Работа химической реакции. Величина небольшая. Величина. Ее можно вычислить, либо ею можно принять. А теплота химической реакции имеет значительное значение. И во многих случаях может быть непосредственно измерено. Раздел термодинамики, который экспериментально изучает. Раздел термодинамики, который экспериментально изучает изменение теплоты в ходе химической реакции. Раздел термодинамики, который экспериментально изучает изменение теплоты в ходе химической реакции. Называется тепловым эффектом химической реакции. Тепловым эффектом химической реакции называется то количество теплоты, которое поглощается или выделяется в ходе химической реакции при соблюдении следующих условий. То количество теплоты, в которых поглощается или выделяется при соблюдении следующих условий. То есть то, что я вам сказала, это как в школе. Вы тоже давали определение теплового эффекта, но вы говорили, что только теплоты, что поглощается или выделяется, что делается. Здесь мы с вами точнее. Обязательно нужно предъявлять эти условия. Итак, первое. Что-то должно быть запрещено или в какой-то, или в какой-то. То есть тепловой эффект мы можем изучать. У нас только два варианта. Либо в позапарических условиях, либо в позакалечествах. Система не совершает никаких видов работ, кроме работы расширения. Система не совершает никаких видов работ, за исключением работы расширения. То есть только работа расширения. И последнее. Температура продуктов должна быть равна температуре исходных веществ. Температура продуктов должна быть равна температуре использующейся. Иначе говоря, это тоже должно быть. Вот то количество тепловы, которое выделяется и поглощается в код реакции, если соблюдены вот эти условия, вот это и называется тепловы. Мы с вами будем записывать термо-химические уравнения. И есть два способа записи термо-химических уравнений. В термо-химической системе и в термо-динамической системе. Я вам запишу дважды, и мы с вами сразу договоримся, что мы только в термо-динамической системе записываем. И я запишу обе, чтобы вы почувствовали разницу. Итак, например, уравнение в термо-химической системе избирает жидкий воздух. Итак, мы пишем уравнение. Это 6,6 жидкий плюс 7,5 моли кислорода. Получается 6 моли кислорода, 3 моли воды кислородной и плюс 780 кило-химических уравнений. То есть в термо-химической системе у нас тепловой эффект прямо входит в уравнение. При этом мы помним, да? Вот это термо-химические системы. То есть мы пишем плюс 780. Это нам о чем говорит? В термо-химической системе знаков теплота выделяется, она положительна. Выделяется, она положительна. Этой системой мы пользоваться не будем. Кто в школе ее пользовался, постарайтесь. Кто-то пользовался, наверное, да? Ну вот, к сожалению, в школе и ту, и другую систему пользуются, что это упутаница. Чтобы упутаницы не было, мы с вами будем пользоваться только термодинамической системой знаков. Как в термодинамике это записывается? То есть мы пишем уравнение. Пинтол жидкий, плюс кислород 7,5 моли, получается 6 моли кислорода, 3 моли воды безобразной и точкой запятой, и в этой же строчке, здесь же, мы пишем дельта аж равно... Мы пишем дельта аж равно минус 780 килокалорий. Почувствуете разницу. Это важно. Вы понимаете? Вот этот тепловой эффект, вот я себе еще вот какую вещь поймите. Вот этот тепловой эффект, он относится к 1 моли кислороду, к 7,5 моли кислорода, к 6 моли кислорода и к 2,5 моли. Вот таким образом. И вы, если вы пишете в строке, то вы пишете в строком соответствии с 1 моли бензома, к примеру. То есть вы не можете написать 780 килокалорий, а у вас там бензома есть в 100 грамм. Не важно. Если это пишется на пример бензома, и тогда в этой строке вы пишете в тепловой эффект, в строком соответствии с химическим рамком. Вот такой системой мы пользоваться не будем, но привык ей пользоваться. Вспоминайте, что в термодинамике эгоистическая система знаков, то есть тепло принимается, оно имеет значение. Тепло теряется, оно имеет значение. Договорились? Итак, это у нас экзотермическая реакция, теплота выделяется. Вот это мы не делаем. Мы про это забыли. Мы пользуемся только нижней, нижней кутерной степени. Следующий параграф, параграф второй, называется «Закон ЕСа». Первый параграф, двумя параграфами «ЕСа». «Закон ЕСа». Обратите внимание на «Д». «Закон ЕСа». Итак, в 1800 году герман ЕС сформулировал основное правило термодина, которое называется «Закон ЕСа». Итак, основное правило термодина. В 1800 году сформулировано герман ЕС. Значит, герман ЕС – это русский химик немецкого происхождения, который всю свою жизнь проработал в Санкт-Петербургском обществе. Значит, он сформулировал основное правило термодина. И сформулировал он его на основании анализа огромного количества экспериментальных компаний. То есть, он несколько десятков лет проводил различные, не только он один, все его живут, химические реакции и изучал тепловые эффекты этих реакций. После этого он обобщил весь огромный материал, который скопился за десятки лет, и сформулировал правила, которые видны у вас в моем термохимии. Правило эмпирическое. То есть, просто обобщение опыта. Первое начало термодинамики в первой сформулированной Майером, статья, которая подделена год 1841. А мы с вами сейчас за минуту или в пределе докажем строго математический закон вес. То есть, нам нужно сформулировать Экспериментировать и обобщаться. Достаточно просто знать первое начало конкурса. Давайте мы сформулируем закон ГЕСа и поймем, что нужно доказать и доказать. Итак, основной термохимии закон ГЕСа. Тепловой эффект химической реакции определяется только природой и состоянием исходных веществ и продуктов. реакции. Тепловой эффект химической реакции определяется только природой и состоянием исходных веществ и продуктов. реакции но не зависит от как называются природой и состоянием исходных веществ и продуктов. реакции но не зависит от промежуточных химических реакций не зависит от промежуточных химических реакций то есть от способа перехода от исходного состояния к конечному к конечному теперь давайте осмыслим то, что мы записали мы записали следующее тепловой эффект химической реакции зависит от природы и состояния имеете в виду агрегатного исходных веществ и продуктов приятных. От этого зависит. От чего не зависит? Не зависит от промежуточной химической стадии, то есть от способа перехода от исходного состояния в конечное. О чем нам говорит законность? Он нам говорит, тепловой эффект не зависит от пути процесса. Верно? Не зависит от способа перехода от исходного конечного. То есть тепловой эффект не зависит от пути процесса, а значит он в такой функции делится. То есть по сути, о чем нам говорит закон ГЕСа? Он говорит, что тепловой эффект является исходное состояние. А мы это сейчас легко докажем. Итак, маленький подзаголовочек. Термодинамическое обоснование закона ГЕСа. По-другому это может стоять в билете. Доказательство закона ГЕСа. Это все одно и то же. Термодинамическое обоснование закона ГЕСа. Или доказательство закона ГЕСа. Доказательство закона ГЕСа по-другому. Скажите, то есть те, кто-то не мешает ощущать. И по отделам сами проекты Вы, пожалуйста, подберите, а на будущее с телефоном играйте в перехаре. Никаких проблем. Итак, что мы с вами должны доказать? Мы должны знать, что теплота является, вернее, тепловой эффект химической реакции является функцией состояния. Значит, коль мы говорим о тепловом эффекте, мы дали определение и сказали, это то количество теплоты, которое поглощается, выделяется в ходе реакции при соблюдении. И первую службу, каким? Либо В, либо В. Поэтому мы рассматриваем два случая. Итак, В-констант. Первый случай, В-констант. Первое начало корнодинамики. Количество теплоты, подведенной в системе, расходуется на увеличение внутренней энергии и совершение работы. Раз В-констант, следовательно, ДВ равно нулю, и следовательно, работа, которая в данном случае равна, ПВ тоже равно нулю. Что остается в первом начале термодинамики? От первого начала термодинамики остается, что вся теплота, измеренная в условиях постоянного объема, равна изменению функции состояния внутренней пункты. То есть, строго говоря, мы с вами это уже делали, только мы не знали, что это доказательство законы веса. Мы это делали, рассматривая просто изо-хорический процесс, да? То есть, вот это первая половина доказательства законы веса. То есть, вы, как мы же с вами писали, в данном частном процессе теплота принимает свойства уничтожения. Теперь второй пункт. Слово записываю первое начало к диаметке. Сумму дифференциалов заменяем дифференциалом суммы. И вот эта функция, которая получилась, это энтальпия. Энтальпия. Мы с вами энтальпию ввели как пыль плюс куэр. И в итоге что мы получаем? Вся теплота из-за варенческого процесса. Это и есть изменение. То есть, снова делаем какой-то... Теплота принимает на себя свойства функции состояния. Ну, сколько мы с вами доказали? Ну, пару минут. Вот мы доказали, что теплота в условиях В-констан, и теплота в условиях В-констан принимает на себя свойства функции состояния. А функция состояния, она не зависит от пути процесса. То есть, не зависит от способа получения данного вещества. Не зависит от промежуточных химических статей. Мы с вами доказали закон веса. Значит, этот парадок мне сегодня все равно не успеет закончить. Поэтому я вас сейчас на этом отпущу. Я хочу наполнить вам. В следующий раз мы с вами доказали закон веса. Не наполните, пожалуйста, четверг, первая пара. Спасибо за внимание.